Спасибо, можете начинать. Я буду говорить о том, насколько важен аутологичный жир, и, конечно же, будущее именно за этим жиром при подобных операциях. И то, что мы увидим дальше, это наше прошлое определяет наше настоящее и определяет будущее. Это очень важно. На какой стадии мы находимся сейчас, когда речь идет об использовании аутологичного жира? Как мы это используем? Липомоделирование. Это после реконструкции. Та же самая женщина. Вы видите резольт. И если мы используем эпипетеральную реконструкцию, иногда возникает, к сожалению, эффект рипплинга. Мы смотрели разные импланты, и возникает этот эффект. Вы видите анатомические импланты. И как можно проводить коррекцию, или когда идет ротация протезов. Мы используем разную технику. Я не думаю, что наша презентация должна касаться только того, что мы делали классические операции. И мы говорим о разных клеточных компонентах жира. Мы знаем, что это такое. Давайте посмотрим далее. Как мы можем использовать жир? О чем мы говорим? О каком жире? С научной точки зрения. Мы говорим, а не с эмпирической уже. И есть, конечно же, доказательства того, как можно этого использовать. Мы должны с научной точки зрения на это посмотреть. Мы должны понять, как мы должны выделять элементы при аспирации. Разные компоненты жира, как мы знаем. Есть крупные компоненты. Если мы говорим о жире как анатомической единице. После того, как мы его обрабатываем, мы смотрим на пакеты, кластеры и клетки. Как мы проводим разделение клетки. И у нас могут быть крупные кластеры. Но мы используем уже отработанную технику разделения клеток, сепарации. Что мы знаем о липоаспирации? Она включает адипоциты. Также есть гладкая мышечная ткань. Есть сосудистые эндотелиальные клетки. Воскулярные гладкие мышечные клетки. Есть перецатые. А что такое адипоциты? Это созревшие клетки. И они не являются терапевтическими клетками. Если мы ведем речь о приадипоцитах, и это очень важные клетки, мы должны их дифференцировать. Речь идет о микровоскулярных эндотелиальных клетках. Мы собираем эту информацию. Эти стволы. Это все выделяется из адипозных клеток и из подкожной жировой клетчатки. Дальше матрица. Матрица – это неклеточный соединительный материал, который связывает адипоциты и сосуды в когерентные структуры. Это такие стрелительные кирпичики. Они состоят из коллагена, из фиброниктина, ламинантных клеток. Что мы собираемся сделать в настоящее время? Мы выделяем эти фэдграфты, мы проводим его обогащение. И когда мы работаем с таким матриксом, мы стараемся ввести эту клетку в жировую структуру. Мы инжектируем, вводим уже обогащенную эндовосклерную ткань. И это не только эта часть процесса. Это уже вопросы инжиниринговые. Это совершенно новые структуры. И мы выделяем их. Мы вводим жир, и мы развиваем этот процесс. Я вам показал, как это развивается, как это эволюционирует. Но как мы используем этот жир, эти жировые структуры, и каков его потенциал, что мы можем сделать. Мы должны понять, что происходит дальше с этим введенным жиром. Что происходит дальше, когда мы уже трансплантировали его. И получается ряд протониогенных клеток. И мы на это тоже смотрим, как приживается этот жир. Мы смотрим на вискулярно-жировую ткань, и мы смотрим, как циркулирует кровь в сосудах, какой кровоток в сосудах в этом пересаженном жире. Мы используем плюрипотенциальные клетки, и жир становится тогда уже биологически активной тканью. И это будущее нашей жировой терапии, потому что мы будем широко использовать в будущем такую регенеративную хирургию для реконструкции молочной железы, для заживления рана. Мы используем это при появлении фиброза. Это совершенно новое использование, потому что фиброз, ведь это разрегулирование специфических факторов роста, и ТГФ-бета-1 уровни. Они тоже поднимаются, они повышены и в фибробластах, и в эндотелиальных клетках. Это происходит как отдаленный результат после лучевой терапии. Облученная ткань является гипоксичной и ишемической. Гипоксия повышает пролиферацию стволовых клеток, всех этих популяций, этих стволовых клеток, и она повышает функцию заживления с помощью новых способов регулирования и секрецию факторов роста ВГФ и БГФ. Вот это потенциал жира, вот эти стволовые клетки, они очень тонко регулируют все эти механизмы, и таким образом мы используем их. Все мы работаем с пациентами, им нужен также и внешний эстетический результат. Если возникает некроз, большая потеря кожи, вот после удаления молочной железы, шесть месяцев спустя женщина вернулась ко мне, она сказала, что ей нужна реконструкция грудей. И мы решили попробовать также эти новые методы. И мы видим, как это формируется. И внезапно мы видим оживление, биологическое оживление этих тканей после введения такого жира. Это инновация. Вот что мы сделали. Вот это окончательные варианты. И все мы стараемся работать до этого, конечно, без такого введения жира. И мы работали по-другому. Но теперь мы уже смотрим на новые возможности. Это новые кровеносные сосуды. Стволовые клетки действительно должны еще изучаться. Но действительно мы видим новые сосуды, более эластичные кожные покровы, которые будут дальше уже приживаться. Мы смотрим также на терапевтический неонгиногенез. И мы изучаем клетки предшественницы, прогенитурные клетки. Нам нужно было полное покрытие, когда была удалена большая часть кожи. Мы видим, как хорошо восстанавливается кожа. Мы имеем хорошее покрытие и очень хорошее состояние мягких тканей. И после введения жира, то, что мы видим, действительно это показывает очень большой потенциал. Даже если это не панацея тех бед, но мы видим восстановление мягких тканей, гладкой мускулатуры, хорошее покрытие. И все это делается с помощью жировой ткани. Мы используем сейчас это в терапии фиброзы. Это тоже регенеративная хирургия. Когда мы говорим о сосудистом фиброзе, о фиброзе тканей и опять-таки о заживлении тканей, это прекрасный потенциал, который мы можем также использовать. И в реконструктивных операциях молочной железы. И мы должны работать с этими клетками. Стволовые клетки, их роль еще недостаточно изучена, не до конца, но это показывает очень большой потенциал на будущее. Все больше и больше сейчас мы это используем. введенные эти поздние клетки, они действительно приживаются. И мы видели очень хорошие результаты. 80% таких пациентов показали прекрасные результаты. Мы, конечно, проводим разные хирургические вмешательства, но это прекрасный метод введения жира. И очень хорошая заживляемость. Свыше 80% случаев всех пациенток это показали. И в прошлом мы также работали с некоторыми пациентками и показаны прекрасные результаты. И это, опять-таки, будущее за подобными стволовыми клетками, которые мы должны все больше и больше изучать. И в заключение я хочу сказать, что правильный жир, как мы говорим, это биологически активная ткань с большим потенциалом заживления. И если стволовые клетки извлекаются из подкожно-жировой клетчатки, они локализуются в стромальной сосудистой фракции подкожного слоя, подкожной жировой клетчатки в этих тканях, и с ними очень хорошо работать, и стволовые клетки потенциально имеют неограниченные возможности. если мы будем обогащать жир и делать такие пересадки, если мы будем использовать стромальные воскулярные фракционные клетки, извлеченные из подкожно-жировой клетчатки, мы добьемся прекрасных результатов, но эта концепция требует дальнейшего исследования, и все эти типы клеток, их всех можно найти в смешанной клеточной популяции, когда речь идет о регенерирующих и генеративных клетках, извлеченных из подкожной жировой клетчатки, это как строительные кирпичики, и это очень важно. На этом все. Большое спасибо за внимание.